Алхамдуллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл… Посланный… Здесь имеется в виду тахи £ 그거, «ilj.,d lollamut», « shroudut», иотк до конца То есть, почему используют слово ташагуд? Это, как мы часто говорили, использование части чего-то, называя частью чего-то, что-то целое. Потому что ташагуд, то есть, слова ла иллаху Мухаммаду на Абдул-Расулю считаются самым важным в этом обряде. То есть, в ташагуде, который человек совершает в своей молитве. 116 хадисы, на Абдул-Расулу, Расулу, Ассаламат ташагуда. Абдул-Расулу, Расулу, 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 Ассаламат ташагуда. Говорил, меня посланник Аллаху, научил ташагуду, и когда он меня обучал ташагуду, моя рука была между его рук. Рука была между его рук, и он меня обучал, как суре из Курана. говорил хадисы пришло если кто-нибудь из вас сядет молитвы то пусть скажет поистине если вы сделаете подобное таким образом вы поприветствуйте каждого праведного раба как на небесах так и на земле и также упомянута и пусть попросит что пожелает то есть в дуа после ташагуда пусть пожелает попросит что пожелает передача ибн хабиб аслам ахадиман был одним из первых кто принял ислам и был шестым человеком в исламе совершил две хиджры то есть хиджров Хабаша и хиджров Медина посланник Аллах сказал ему поистине ты обученный мальчик и сказал тот кого радует читать куран свежим таким образом как он был неспослан пусть читает так как читает он служил пророку и был носителем его сивака его сандалии и его подушки салалху аслам Я, говорит, никого не знаю, кто был бы ближе своим поведением, своими нравами, характером, похожим на пророка, как это было, как был похож, он присутствовал при битве Бадры и тех битвах, которые были после нее. И он был тем, кто убил, добил Абу-Джагля в битве при Бадре. Маудуэль-Хадис, «Как делать ташагут и где его совершать в молитве?» То есть, внушил мне или же научил меня. То есть, используется часть, подразумевая под этим целую вещь. Потому что «ташагут» — самые важные слова, которые говорится во всем этом «тахиядь». То есть, когда он сказал, что «Мои руки между двумя его ладонями». То есть, он между ладонями и пророк Солосом держал за них. Чтобы обратить все внимание Абдулла Ибн Масуда к себе. То есть, это предложение «халь». То есть, целью упоминания этого приложения является указание на то, какое особое внимание уделил Пророк Солосом битташагуте. То есть, «ташагут в адапте и бни Масудни лаху», чтобы Абдулла Ибн Масуд запомнил его должным образом. То есть, обучал меня таким же образом. И в этом указание на то, какое особое внимание Пророк Солосом уделял ташагуту, чтобы люди запоминали как смысл его, так и его, как он произносится. Это приложение, которое после него является, имеет положение «нас» со стороны языка, потому что является разъяснением слова «ташагут». То есть, «тахият» — множественное число. «Тахият» — это «приветствие». То есть, это «любые слова» или же «дела» указывающие на возвеличивание. Частица «лям» перед словом «Аллах» указывает на то, что, то есть, «достоин». Аллах Субхан Атали приветствует. То есть, смысл такой, «тахият» — «лялях», что «любые слова» или «любые дела», которые указывают на «возвеличивание». Всевышний Аллах Субхан Атали достойно этого. Тот, кто по-настоящему всего это достоин, у Аллаху Аззаваджали — это Всевышний Аллах. «Вас салават джаму салят» — это поклонение, известное, будь это фардом или же желательная молитва, обязательно желательная, должна посвящаться Всевышнему Аллаху. Потому что он достоин, потому что он совершает молитву ради него. «Аттайиба джам тайиба» — множество слов «тайиба» — «вагия кулля маатваба мин сифатин ухалюфи» — «любое благо», будь это в описаниях, в атрибутах или в словах, или в делах. «И это приписывается Всевышнему Аллаху». «Аллаху та'лла твоебу вассыф Аллах саляталля благой». «Вассыфатуга, вакалимату, вафалюх тайиба» — и его слова, и его дела, и его описания, и его атрибуты являются благими. «Ля и акбалю ля Тайбы» — принимая Всевышний Аллах саляталля только благой. ассаляму алейка ассалям мекулях ватин ва макрух то есть мир тебе от любого недостатка и любого всего порицаемого ладжу на ту хабар бимана дуа хоть предложение это хабар сообщение но имеет смысл два вальхатабу фи али наби салсам то есть это обращение к проксал сам аннаби аль муха и ляги бешар миналь баша то есть в набии пророк это тот кому нисходят откровение шариатом из числа людей урах от улоги ай у ну а слова и же аннан говорят же и слова я им то есть как милость у отфу доброта ума шаба галик и тому подобно по баракату хайрату воль кафира мустамира то есть баракату это добро многочисленное и постоянное добро по фидуа и на бисусам биссалям атеу рахму и бараката джам бэйна заваль макруху сумма бух и в дуа пророка до вас за салсам чтобы аллах дал ему салям и милость и баракат этим самым объединение между отведением всего нехорошего и приобретением и достижением всего того что всего любимого ассаляму алейна аймаш рулю материнами то есть салям нам то есть мусульманское общение в амингу муссаллина все и в их число входит сам молящийся человек который произносит слова омана мина муссаллины те кто вместе с ним молится инкана фиджама есть он же мать его сабах омана салям а вы говорили о том что значит слово соля и бать для чем на прибавку лайтом но что слово об троп логу мутазали ля италибит а тот кто унизил себя перед всевышним аллах спонталя поклоняясь ему соли и налет аймин а бихоку каляву хоку роботе кто является праведными рабами правильно это те кто выполняет права аллаха и права его рабов ашаду айу кирру и храр анджазиман кальмушагид бима караби то есть ашаду съесть я свидетельствую я утверждаю таким утверждением как будто бы являясь свидетельством то свидетельством тому что я утверждаю а мухаффа фамина так или сакина тут вам билям то есть она это мухаффа фа от сакина вистана на сакон и поэтому и драмбу с буквой ашаду анля или алла или лада ла и ла 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 мутасыфа билюхи 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 тихо ты катан и лала то есть по-настоящему описан правом на поклонение только всевышний аллах спонталей камали дать его сифат из-за полноты его сущности его отрибуток амма ману бидами дуни фаля силил а тот кому поклоняется кроме него не является на самом деле или божеством даже если его так называют как сказал всевышний аллах поистине это всего лишь имена которые вы назвали не придумали антумбау бакум вы и ваши отцы мазаллах бигамин султан всевышний аллах не посылал на это никакого довода мухаммадан год но абдиллахи бна абдуль муталли бил кураши аль-гаши абдугу аймутазалли лягу то есть смиренный перед ним битвати пачка который подчиняется ему ватаблиг и рисалит и доносит его послание вода у тиля и призывает него варасуля аль-мурсу мин индихи то есть тот кто послан от всевышнего аллаха без шар и из его шариата в ля-джамиле али-мин ко всем мирам и на фарда айджали сау аль-мураду джулюсугу литташагуд то есть подразумевается если сел сел для ташагуда фаль-якуль фаль-якуль ламу ламр лам по лице наклонения газе и файда викру газу лавс ляна усарихун филям рибташагуд то есть из-за этого в этой главе был приведен потому что из этого мы понимаем приказ православном совершать ташаг фаль-тум залик если вы сделаете это и культум залик ассалям скажете этот салям фаббара бельфель аль-мурхаллы то есть использовал слово действие вместо слов фаль-я-тахайр фаль-якуль маяфтару то есть пусть скажет то что выберет валяму ламр то есть лам это повелительная биман али-баха указывает на дозволе то есть просить о чем-то аллах и обращаться к нему щенку шах али-жмали общий смысл юг беру абдулла ибн масут рады аллаху алисалям аль-лямаху ташагу фи салят абдулла ибн масут рады аллаху алихи вассалям о том что пророк саллаху алейхи вассалям научил его ташагуду в молитве вата на бедальке обратил на это особое внимание айсу джаля саллаху алейхи вассалям а кафа бни масудин байна кафа и саллаху ассалям как это проявилось проявился за тем что пророк саллаху алейхи вассалям взял кисть абдулла ибну масула и баракулу фикум поставлю между своими кистями но как двумя руками люди здоровы с уже вот таким вот образом валякаба валяктанагу и ягу камаю лякина усуртами на куран и научил его учил его таким образом как учил кого-то корану сумма байна бдумасуудин дали катастрофе холли затем адулла ибнумасуд рассказал то есть этот ташагуд словами эта хиату лалили ахер так до конца слов воинном а атана да ладно бхаза ташагуд обладим масуд обинном аканс властном биво сша про самовратил особое внимание там это шаду лима лима и штамилю алейхи минтарвим и лаги ватом гидии валихлас лягу по шагадати бюлгает анния хорок саллаху сам обратил особое внимание этому ташагуду так как он содержит в себе возвеличивания Всевышнего Аллаха, прославления Его, искренность перед Ним и свидетельство о Его единстве. Я считаю, что «сидхи-расулиги» охватывает себе правдивость или указывает на правдивость Его посланника. И то, что дается Ему салям, и просит за Него милости, просит для Него баракат. И точно так же, что касается саляма, который касается именно самого Махиль Маляши, и также охватывает исламскую общину, и всех праведных рабов, будь это в небесах или же на земле. И то есть, и подобному ташагуду нужно обратить, или же он достойно особого внимания. И то, что он является обязательным для каждого молящегося. В другой версии сказано, то, что это говорится, когда человек сидит и дозвольность говорить дуа, какой пожелает. То, что ташагуд совершается вот таким вот образом. Второе, что место этому ташагуду, барк луфикум во время сидения после последнего, после последней сажда, фикулли салятин, лабада ракати сани. То есть, в каждой молитве после второго раката, то есть, если это из двух ракатов, или же после третьего, если это из трех ракатов, или четвертого, если это из четырех ракатов. То есть, если из двух ракатов, то только после второго, если из трех, то после второго и после третьего, если из четырех, то после второго и после четвертого. Третье, уджубы, азатин, ташагуд, и салят, обязательность, ташагуду, это в молитве. Если человек использует другой вид ташагуда, который достоверно пришел к праву салятин, шейх Альбани привел в свои книги о писании молитву праву салятин, несколько видов ташагуд. Шестое, барк луфикум. Пятое, гамед, газат ташагуд, т.е. важность этого ташагуда. А, нет, четвертый файд, хирсу, набисал салятин, аль-а-талимы, ума-тии, уа-ина, и тиби, дали. Стремление, пророк салятин, обучить свою общину, и то, что он уделял этому особое внимание. Пятое, гамед, газат ташагуд, важность этого ташагуда. Ля-нанабисал салятин, аль-а-мой, ибн. Важность этого ташагуда, потому что пророк салятин обучил Абдула ибн Масуда, обучал Абдуллу ибн Масуда, точно так же, как обучал суре из Кур'ана, при этом держал его руку. Шестое, фадыли от ибн Масуд, хайсукан, мимман, яталят, кал-куран, ибн, достоинство Абдуллы ибн Масуда, так как он был из числа тех, кто обучался Кур'ану напрямую пророка салаллаху и салям. Седьмое, на лафзу, ла-ам, ятанавуль джамия афрады. То, что общее слово может охватывать собой все единицы. Восьмое, джаваз дуа, салят, бима, ахабба, ма, лам, якун, истман. Дозвольность просить в молитве, то есть просить Аллаху спонтоле в молитве, то, что пожелает человек, если в этом нет никакого греха. 117, Абдулла, Абдиррахман ибня Абилляйля. Абдулла, Абдиррахман ибн Абилляйля, он сказал, лякиту Кааб ибн Ужра, я встретил Кааб ибн Ужра, факали, аля ухди, лякадия, не подарить ли мне тебе подарок. И на набии, саласа мхараджа, алейна, факульна, однажды пророк, салаллаху и салам, вышел к нам, и мы сказали, я, Расуллах, кайфану саллим алейк, как нам давать салям тебе? факайфану саллим алейк, а, алимна кайфану саллим алейк, мы знаем теперь, как давать тебе салям. факайфану саллим алейк, как нам давать тебе салят? То есть, как узнали, алим. давать тебе в хадиси Абдулла ибн Услода. Соответственно, не зашел приказ, кайфану саллим алейк, аль-на-ба, поистине, Аллах и ангелы делают салят на пророка, я и в лядин, аману саллим алейку саллим, алейку саллим, а таслим, хоть те, кто верил, делайте на него салят, ассалям. И вот они пришли и спросили, и пророк саласа мхал, куле, Аллаху саллим алейку саллим, ибрагима ибрагим точно так же как ты похвалился ибрагима иннока хамид он маджид поистине ты похвальный поистине тебе воздаются хвала это похвальный в оба река ли мухамма один и дай баракат мухаммаду али мухаммад и семье мухаммада кама варакалиe брони когда льба ракаться не Ибрагима имна Кахамиду Маджиу. Рауи Абдулла, Абдул-Рахман ибн Абиллайля, Рахмула Та'ля, то есть передача к Абдул-Рахман ибн Абиллайля, Абугу Аансариюн Ауси, то есть у нас его отец был из Аансаров, в Ааракуфе, в племени Аус, Куфи, он был из Медины и жил в Куфе, фейка мин кибаритабиин, фейка достойный доверий из больших табиинов. Куфи, фейка, достойный доверий, Джамаджим, Санад, Сидта, Бахаманин умер, он при событиях, которые называли Джамаджим, в 86-м году в Акиля варих, и говорят, что он утонул. В Мауду-Л-Хадис, есть вероятность, Баяну, Кайфей, Салят, на Бессаласам, разъяснение, таким образом делался Салят на Пророк Саласам. Ля-кьяня, ай-кабаля, не встретил меня, то есть Ва-кадрава, ан-назалик, фейаснай, тавафель байбайт, Ва-кадруя, ан-назалик, фейаснай тавафель байта урава. Рава, да, у тебя он передал? Рувя, да. То есть есть версия, что он встретил его в тавафель. Каб ибн Ауджра, Гуаб на Ауджра ибн Умайя Баляви Калифа, ан-сар, то есть был он, Бараку, с Калифа, ан-сару, кто-то же говорит, что был одним из них. Шайдамян нависал Саласам, Газвода, Худайбия, присутствовал с проком Саласам, Газвода, Худайбия. Назалькуф, ажилкуфи, ума-мат, фейлмадин, сэсан, отхаляс, ухамсин, ан-хамса, уссаваина сана. То есть умер в 1953 году, когда ему было 75 лет. Аля, адату ард, ва гуа талибу берриф. То есть адату ард, предложение. Что такое предложение? Адату ард, то есть гуа талиб, когда требуют что-то мягкое. То есть предоставлю ли подарю тебе гадия, атия, отхифу каби, то есть подарок. Не подарите мне тебе подарок. И варгулуфиком подарком его что были? Знаний. Хараджа, поэк пророксал саласам сказал, тагаду, тахабу, правильно? Раздавайте друг другу подарки, будете любить друг друга. Поэтому хочешь, чтобы мы любили друг друга, надо нам другим знанием тянуть. Варгулуф. Хараджа, ай-захра, валь-аллаху кана хина атахум мин манзили Саад ибн Аубада. То есть Хараджа, ай-захра, вышел. Может, скорее всего, это было, когда они вышли, когда он пришел к ним в дом Саад ибн Аубада, фасалю, андальк, и они его спросили об этом. Алимна, то есть бихат хляйну, вакасрилям, миналь-илям, то есть от знаний, дыд джанин, то что противоречит невесту. Ай-яравна, то есть мы узнали. Кайфанусаляму алейкум. Ай-кайфет саляму алейкум. Вахи ассаляму алейкум. Ай-юхан-набью, варахматула баракат. Это они узнали. Ха-кайфанусаляму алейкум. Как там теперь салят за тебя делать? Суалей кайфетю саляту алейкум. Ваканагаза бадан зулу хаули и таалии. И этот вопрос они задали после того, как снизошли слова Всевышнего Аллаха. Ай-яравна саляму алейкум. То есть пророк салям их обучил. Скажите То есть похвали его хорошим поминанием там у себя наверху. То есть семья Мухаммада имеется ввиду его последователи в религии. И кто-то говорит, что это верующие из его числа и его родственников. Камусаляйт аль-кафли-таалиль То есть кафли-таалиль, который указан на причину. Ума маздаре. Ай-ка салятика вальмана Камана амта бис саляти аля али Ибрагим. Точно так же, как ты проявил милость делая салят на семью Ибрагима. Фаан и бис салят али Мухаммаду аля али Мухаммад. Точно так же прояви милость и сделай салят на Мухаммада и семью Мухаммада. Это называется в аркуфикум из раздела «Прибегание к Всевышнему Аллаху или поиск путей к Всевышнему Аллаху упоминаниями его прочных миростей чтобы попросить о какой-то милости, которой желает человек. Иннака хамиду-н-маджид аль-джумляту-ли-таалю То есть предложение, которое указано на причину. Хамиду-н-биману-махмуд Хамид, то есть Махмуд похвальный. И это от того, что Всевышний Аллах обладает атрибутами полноты и огромным количеством наделяет милости. А у бимана хамид или же бимана хамид лиман естахеку л-хамд мин-айбади То есть тот, кто достоин хвалы со стороны своих рабов. Махид бимана махид валь-махид камалю-ль-адаму-султан Что такое махид бимана махид это полнота величия и власть. То есть не сошли баракат на него. То есть что такое баракат мы говорили в прошлых хадисах. Говорят, когда чего-то много и постоянно. Кама бараката точно так же, как ты сделал баракат юкалю фима сабака фи кама салих То есть подобно кама салих. Шарх и лиджмалю общие полкования Кана салиф салих и рауна люль-льми беш-шариати манзилятан али Праведные предшественники считали, что у знаний о шариате знаний о шариате знание о шариате занимает высокое положение. Кванна льмасалята юалиму ражуль ахагу мин авдали аттохав аллати юхтигайлей И поэтому, если какой-то человек научит своего брата одному вопросу из религии то это является одним из самых лучших подарков которые может сделать человек. Ва фигаза л-хадис юхадису Абдурахмана ибн Абилейля В этом хадисе Абдурахмана ибн Абилейля рассказывает И он является одним из числа больших табиинов То, что он встретил одного из подвижников имя Каббала ибн Абилейля И он предложил ему подарить подарок чтобы тем самым вызвать интерес к этому подарку Чтобы тот понимал, как высоко положение этого подарка Каббала ибн Абилейля принял это ибн Абилейля то есть согласился тогда Кабб ему сообщил что однажды пророк салсам вышел пророк салсам однажды к ним И они спросили его о том каким образом делать салят на него после того, как узнали как его приветствовать чтобы это выполнить в полноценном виде то есть сделать В пользу извлекаемых из хадисов то, что салят на пророк салсам делался следующим образом Если человек будет делать другой салят из тех, которые пришли достоверно в сунни пророк салсам он выполнит эту сунну то есть, как я вам говорил в описании молитву пророк салсам шейх Акани упомянул Баракулуфикуму то, что пришло достоверно Самый лучший вид просить салят на пророка салсам это то, что достоверно пришло от пророка салсам а не то, что придумали всякие люди после пророка салсам Третья фадыль от Наби Ибрагим Наби Илляхи Ибрагима указание на достоинство пророка Аллаха Ибрагима Четвертый То есть, узаконено заканчивать свои дуа восхвалением Всевышнего Аллаха Субхана Алталя в соответствии с тем, что требуется Пятое Стремление сподвижников и праведных предшественников этой общины изучать шариатские знания Важное замечание Этот хадис в некоторых версиях Умды, то есть, книге Аль-Умды, пришло словами Кама саллайта Али Ибрагиму Аля Али Ибрагим Кама Барак Та Али Ибрагиму Аля Али Ибрагим Однако, как это добавки нету вот в этой версии, которая перед нами Однако, это пришло Барак Луфикум в другой версии хадиса В 10 главе, в главе о пророках Второе замечание В чём соответствии этого хадиса, книги, молитвы Так как молитва является местом для таслима То есть, таким приветствием, которые узнали с подвижники, как совершать То есть, это приветствие Поэтому оно тоже должно быть местом для молитвы О котором спросили пророка, саллайлаху, алей асалям То есть, каким образом делать салят И подтверждается это Барак Луфикум Теми хадисами, которые передали асхабу салят То есть, Абудауд Термизин Асайб Нуаджи Со слов ибнумасуд ибнумасуд Как нам салят делать тебе? Если мы делаем салят на тебя в нашей молитве Хоть, говорит, это Зияда передал только Мухаммад ибн Исхака, он является насмудальдисом, однако он передал не через Ан, поэтому исчезла вероятность Адлиса, и Бараку Луфикуму, и стало это как Зияд, то есть добавка кого? Достойного доверия. Третий хадис. Пророк, салаллаху алейсалям, делал такой дуа, «Аллах, прибегая к тебе от наказания могилы, и наказания огня, и от искушения и испытания этого и того света, и от испытания Масии Гададжал. Муслим пришел, если кто-нибудь из вас скажет ташахат, пусть при бедности Всевышнего Аллаха спонталя четырех вещей. «Якуль Аллаху маиня аузу бикаминадзабль-джаганнам», то есть со слов «О, Аллах, прибегай к тебе от наказания Адам». «Аллаху маиня аузу бикаминадзабль-джаганнам», то есть разъяснение, каково положение прибегания к Всевышнему Аллаху спонталя от этих четырех вещей в молитве. «Якуль Аллаху маиня аузу бикаминадзабль-джаганнам», то есть просил Всевышнему Аллаху, «Канадаль кэфсалят», и это было молитве. «Аллахумма иля ахир», то есть до конца, «джумляту баян лима ядру биги», то есть предложение, в котором разъясняется, какое дуа должен делать человек. «Аузу бик айя атасын бик», прибегая к тебе. «Глагула хабр и мюан дуа», вот это хабр, но в виде хабара, но имеет смысл дуа. «Азабль хабр айна калихин», накалит это наказание. «Глагула хабр под могилой подразумевается то, что ожидает человек или там, где будет находиться человек, между его смертью и наступлением судного часа». «Глагула хабр, даже если этот человек не похоронен в землю, даже если человек не похоронен, то есть в открытом космосе где-то летает, он в хабре, он в могиле». «Глагула хабр, наказание аалиму накалига», то есть боль, наказание его, «глагула хабр», что такое огонь, это известно. И сказано в хадисах о том, что огонь того света сильнее огня всего этого света на 69 степеней. «Фитнат махья», испытание этой жизни, «фитнат махья», «ва фитнат», то что человека отталкивает от шариата Всевышнего Аллаха. «Имма лиджаглин, либо из-за невежества, яхулю байнау ва байна ма'рифли шар», то есть который препятствует, является препятствием для познания шариата, «у имма лиджагла», либо из-за страстей, яхулю байнау ва байнат байги и тибайги, который препятствует ему в следовании за шариатом. «Валь мамад», что со смерти ма'атуфа аль махья, пришло после соединительного союза, после упоминания жизни. «Ай мин фитнат маутил лати тасу линдаль вафа», то есть от фитны смерти, от искушения смерти, которые происходят во время смерти, во время смерти. «Удыфат маутил ликурбимин», почему приписано, то есть фитна смерти, потому что она очень близка к смерти. И также говорят, что это фитна, искушения и испытания, которые происходят после смерти, когда человек будет спрошен в своей могиле о своем Господе, о своей религии, о своем пророке. «Фитнат масяя даджала», то есть искушение масяя даджала, то есть что значит фитна даджала, то есть то, что он будет отводить людей от шариата Всевышнего Аллаха, по причине тех причин, которые станут фитной и искушением для людей. «Ульмасей даджал, раж в лавар, мактуб бай на ядаги, ка, фа, ра». Это одноглазый человек, у которого между глаз написаны эти три буквы. Ка, фа и буква ра, ай-кафир, то есть то, что он является неверующим. «Якрав гумумин, уэллям якункарин», сможет прочитать это любой верующий, даже если не умеет читать. «Сумния масяхан», почему он назван масях, лянну маусул айн, потому что у него стёрт глаз, то есть слово масяха, стереть что-то. «Ау лянна уям сахулярт», или от того, что он проходит землю, бисса и риги, фига, то есть быстро будет передвигаться по земле. «Васумния даджал», почему он назван даджал, не ка, фарти даджлиги, даджалиги, из-за большого количества его лжи. Вот даджал, кавиб, вот камви, то есть даджал, это что, ложь. Он появится в конце света с восточной стороны, обойдёт всю землю с большой скоростью, подобно облакам, которые гонит ветер. «Он будет проходить через города, деревни и пустыни». «Кроме мекки и медини, туда он зайти не сможет». «Он заявит о том, что он Господь, наделит его необычными чудесами, то есть который станет причиной искушений для людей. «Он призовёт какой-то народ, и они уверуют в него». «Прикажет небу, чтобы пошёл дождь, и дождь пойдёт, и прикажет земле, чтобы она взрастила растения, и у них в Аркавуфикум будет много растений». «Он призовёт какой-то народ, и они откажут ему, и утром они увидят в Аркавуфикум, что у них не осталось, то есть ни одного растения, деревь, ничего». «Аймурру бель-хариба пройдёт рядом с развалинами, фаякуль, ахриджи кунузик, выведи свои сокровища, фаяхриджи кунузуга, тутаби угу, тутаби угу, и выйдут сокровищницы, и последуют за ними». То есть подобно, как рой пченины, жесть, золото, серебро, вот так. И с ним будет огонь, он будет забрасывать в него тех, кто не будет принимать его слова. И его же рай, его рай будет с ним, туда будет он бросать того, кто принимает его слова. Однако его огонь на самом деле это рай. А что касается его огня, то его рай, то на самом деле это является огнём. Браво салазом приказал, что если кто-то услышит о нём, бежать от него. И говорит, поистине, человек приходит к нему. И будет считать, что он верующий, и последует за ним из-за тех сомнений, которые он последует за ним. Это Барак Луфикм, вот так как Аль-Бида. А Аль-Бида тоже от них надо бежать. Человек идёт к Аль-Бида, будучи уверен Барак Луфикм, что он не последует за ним, и приходит к ним, то есть Ка Аль-Бида, илья-схабы-ляхва, в примере сомн страстей, и Субханалла, уверен он, что он не поддастся ей, чтобы те посеют, чтобы гад. Самый простой пример, вот это последний фитн, Барак Луфикм, джар-хавщиков. Человек идёт, да я уверен, от такого унижения. И приказал тому, кто застанет даджала, чтобы он читал начало суры каф. Это 10 аятов, то есть из начала суры каф, тот, кто выучит их, будет обережен от даджала. Даджал будет находиться на земле 40 дней. Иома касана, первый день как год. Иома каса, второй как месяц, в Айоман каузбу, третий день как неделя, в Абахе, Аяме и Кальмуатат. А все стены с 4 по 40, как обычные дни. Сумма Янзелю Иса бну Марьям, затем снизойдёт Иса бну Марьям. Салавату Аллаху ассаляму алеймина, сама с небес, файудриху индабабил лют, и застаньте его у входа в город лют, в городе Фаллистин, файактулюху ванак и убьёт его там. Ида ташагада ахадукум, если кто-нибудь из вас даёт ташагут, айхара ташагут, вау, тахияту лилля и до конца. Вальмураду и ташагаду ляхир, то есть, вместо этого последнего ташага, кама фиривайте, ухра ли муслим. Фальеста из, то есть, потому что ташагад, вместо этого есть из 4 рака атов молитвы, у нас же есть первый ташагут и второй ташаг. Баракулу фикум, поэтому есть и второй ташагад, значит, фальеста из, пусть прибегнет и выше на Аллаху, альфальеста жир, вау, ляму, 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 то есть, дляам это повенительно. В жеанном нару назыма альбаида тулькаар, то есть, это великий огонь с очень глубоким дном. Вагиямакар, иль кафирин тульяхра, это место пребывания неверующих на том свете. Нахва ушибхав, то есть, подобно ему, ва лям якуль, ва закарагу, ля на лявзу манширр в фитнате масии даджжал. Сумма закара нахвагу, так же сказано? Сумма закарана хвагу, а здесь что он говорит? нахвагу ашибхагу, ва лям якуль ва закарагу, а, не сказал, шарифит на тимаси и тачан шарх или жмали общий смысл и убирала бухгар рада ванну аннабис алсамкана это ауз виллах и в салят винарба бухгар рассказал о том что пророк салаллаху алейхи вассалим прибегал свои молитвы к севышним аллаху спонталя от четырех вещей у амара уммата ху и за фарагу минат ташал для хирфи салятан это ауэзу биллахи винхун и приказал своей общине если они заканчивали последнюю ташал от своей молитве то есть ташал вместе с салаватом чтобы они прибегали бар куфеку севышним аллаху спонталя от этих четырех вещей ляна викает аль-абди винхунна сабу бульфалях и дуни валяхир потому что если раб будет обережен от этих вещей то это станет причиной его преуспеяния на этом и на том свете вазиль арбами и назаби лкабру вазаби нары эти четыре вещи во первых это наказание могиле наказание в аду во фитнат махья искушение этой света этого света искушение фитнат мамат искушение смерти вахасаби викр и упомянул упомянул именно эти вещи у инканат мин фитнат махья хоть это относится к искушению жизни из-за величия его опасности потому что шайтан будет стремиться больше всего сбить сына адама в это неудобное положение в это неудобное время то есть когда у человека душа уходит потому что это конец его жизни и за этим будет строиться либо его счастье либо его несчастье по мнению же тех кто говорит что под фитной подразумевается то что будет после смерти то есть первое это то что будет до смерти либо время смерти правильно же а второе мнение что после смерти тоже это является опасным за этим следует либо его наслаждение либо его наказание то есть нет ничего между созданием адам и досудного дня хуже чем даджаль подисти фаваду хадис польза издекаемость хадиса приказ прибегать всевышнему аллаху спонтали от этих четырех вещей в последнем ташахуде в каждой молитве будь это фарт молитвы или нафили вагу люди бинтованом а это является обязательным многих ученых и филина висова саму амри и для того что пророк стала лаку алейхи усалим сам это делали приказу другим по полюсаллю камара этому не устали точно так же стал проксоса молитесь как у меня видели молящимся второе нахад разлил арвавин то что опасность этих четырех вещей велика третье ватву азаби нару указание на наказание в могиле и наказание в огне наказание в наказание в огне четвертое даму фитна тендель молод то есть величие фитна и искушение при смерти пятое исплату хуруджи даджал уидами фитна теги указание на выход даджала и величие фитна его искушение шестое шафа кудданнаби салаллаху аля уммати доброта пророка саллаллаху алейхи вассалима в своей общине следующий четвертый хадис барак лауфикум анабдиллах ибн амр амр ас рассказал анаби вакр ибн саддык от абуаркс однажды абу вакр сказал посланнику аллаху алимни дуа ада убеги фи су аляти научи мне такому дуа которым бы я взывал свящему аллаху в молитве халь пуль и пророк сказал ему скажи аллаху мини дуалям туна все зульман кафира у аллах я принес своей душе очень много несправедливости хвалаих и разуну байлян ты никто не прощает грехов кроме тебя прости же меня прощением от тебя урхамни и прояви мне милость иннаканта вафур рахим поистине ты прощающий милостиво рауян то есть два передачка первые абдуллах ибн амр ибн ас бнувайль кураши ассахми улида бада абиги битвинтая ашер сана родился после своего отца через 12 лет то есть его отцу было 12 лет когда родился абдуллах камеру и отец тоже ему было 12 лет то есть его отцу амру был 12 лет и абдуллах камеру женил его когда ему было всего лишь 10 лет всего . ему было всего лишь 10 лет И он принял славу раньше него, и попросил Пророк Салам в разрешении записывать его хадисы, я Расуллах сказал я записываю все, что от тебя слышу, будь ты в гневном состоянии или же спокойно. Он заучил огромное количество хадисов Пророк Салам однако он не передавал так много хадисов, как это делал Абу-Грайра, потому что он занимался поклонением, на котором расстался с Пророк Салам. То есть то, как он поклонялся Аллаху во времена Пророк Салам, Пророк Салам умер, он продолжал также поклоняться Аллаху Пророк Салам. То есть он каждый день держал Уразу, то есть подряд держал Уразу. Испать оставшуюся шестую часть ночи. Он умер, когда ему было 72 года. Увергии, когда он умер, когда он умер. Увергии, когда был размер Ихънин с Хадисом Ваххат и Ма- projections. Увергии – которые казались умер номер в Абдуллла и еще разногласии. Это значит», когда он умер, где был столица – разногласияKan, где он умер. Ан-клата – когда точно умер. 가방 в Абдулла ибн Амру ибн Аґр умер, когда дохarded situación. Это было в конце месяца хиджа 63-го года. То есть, оба Бакр садык о нем говорили в сотом хадисе. То есть, разъяснение одного из видов дуа в молитве. Здесь Амр, Биман, Истершат, то есть, он научил меня. Куль Амр, Биман, Истершат, то есть, обучение. То есть, я уменьшил ее права или не выполнил ее права по причине своих грехов. То есть, совершая грехи, не выполнил ее права. То есть, много. То есть, большие грехи. То есть, яхфиру, прощает. И проявляет сисходительность. То есть, грехи. То есть, это Фил Амр, но Бимана, Дуа, смысл Дуа, Устрова, Таджавус. То есть, скрой и отнесись сисходительность. То есть, пришел Махфиратан, чтобы указать на величие. То есть, от тебя. То есть, описан таким образом, что прощением от тебя, чтобы указать еще раз на величие этого. Потому что, то, что приходит от великого, великое. То есть, прощение от великого будет великим прощением. Чтобы указать на то, что человек не имеет, то есть, отказаться от силы и мощи. То есть, человек отказывается от силы и мощи. То есть, прощение это только от тебя. Молитва является благим делом. И есть надежда, что Всевышний Аллах С.В. ответит на те дуа, которые производятся во время молитвы. В этом хадисе рассказывает Абдулла 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 Абдулла. Аб Бакур попросил пророку, чтобы научил его такому дуа, к которому он будет обращаться этим дуа в своей молитве. И чтобы эта дуа была всеохватывающим. Это дуа, охватывающая собой, объединяющая в себе разные виды дуа. И то, что все создания не могут простить грех, как это делал Всевышний Аллах. Затем человек показывает свою бедность перед Всевышним Аллаху, прося его о прощении и милости. Затем хвала Всевышний Аллаху, в соответствии с требуемым, поистине ты прощаешь милости. Хвала эту хадис, пользуясь из лукаем из хадиса, то, что узаконено делать эту дуа в молитве, то есть после, когда? Имма в суджуд, либо в суджуде, либо между ташагудом и таслимом. Второе. Потому что оно всеохватывающее собой, объединяющее в себе все. Также из-за того, что Пророк Саусам научил эту дуа именно Абу Бакра, после того, как он попросил об этом. Третье. Потому что никто не прощает грехи, кроме Всевышнего Аллаха. Четвертое. То, что признание рабом своего греха перед Господом не является общим объявлением о своем грехе, то есть рассказывает всем о своем грехе. Пятый. То, что из полноты дуа. То, что из полноты дуа. Чтобы тот, кто взывает с этим дуа, рассказал о своей нужде. Потом Всевышний Аллах попросил избавить его от этого. Потом просит Всевышнего Аллаха, чтобы потом хвалить Всевышнего Аллаха в соответствии со своей просьбой. Пятый хадис в этой главе и 120-й в книге. И это Бааракулуфикум. И это Бааракулуфикум. Как говорят уляма, Бааракулуфикум, хотел Баакру указать на особое внимание на дела сердец. Особое внимание уделить на дела сердец. И Бааракулуфикум. Потому что Бааракулуфикум. Как много человек может совершать дела сердец, то есть большие грехи сердцем и не замечать этого. Бааракулуфикум. Кабирин, да. Да, добавить, что пришло мне привать. Кабирин. То есть много грехов или большие грехи. 120-й хадис. Пророк. После того, как ему были ниспосланы слова. То есть после того, как Пророк Саусом была ниспослана сура. В каждом молитве Пророк Саусом обязательно говорил. Пречистый наш Господь и хвала тебе. О Аллах, прости меня. То есть в одном из версий. Он много говорил о своих руках в боясных и земных поклонах. Субханак Аллаху Марубана. Пречистый наш Господь. Пречистый Аллах наш Господь. И хвала тебе. Аллаху Макфейлю. О Аллах, прости меня. Пророк. Хадис. Тема хадиса. Баяну хукми. Хазад дуа. То есть разъяснение положения этого дуа и где оно говорится в молитве. Молитва охватывает собой как обязательно, так и желательно. Унзилят алейхи анзала уллаху алейхи. То есть Всевышний Аллах не спасал ему эту суру. Идаджа анасуллах и вальфат айгази сура бикамалин. То есть вся эта сура полностью. Вальмураду бильфат. Что подразумевается в победе от Аллаха и открытие? Фатху Мака. Открытие Мекки. Идаджа. Валерий. Идаджа. 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 Валерий. Идаджа. Это последняя сура, которая была неспослана из Корана. Камеф саххиев муслим. Ана имен Аббас. То есть как целая сура. То есть это частица, укаживающая на исключение. Продолжение говорит. То есть я очищаю тебя, говорю, признаю, что ты причист от любого и нету в тебе никакого недостатка, ниже уподобления или подобия созданию. То есть это маздр от глагольного имя и слова Саббаха. И он всегда будет положить на нас. Субхан Аллах, потому что он нахуй мутар. Роббана, халикуна, наш Господь, вамаликуна, наш Владыка. Вамудаббируна, тот, кто нами управляет, кама иша, как пожелает. Ваху мансубун, биянида. То есть он стоит в полшине жара, воббана, потому что там биянида, альмазуфа, ватахдиру, я роббана, подразумевается он наш Господь. Бихамдик, альвава, атифа, вальбалин, мусахбан. Свау, это сайдиндина, бай, это шамусахбан. Бифамана, усабиху, катазбихан. Я тебя восхваляю. Я тебя, то есть говорю, причисты, очищаю тебя причин. Масхубан бельхамд, который сопровождается хвалой. Альхамду, васхуллах, это аля хубан ватаазиман. То есть описание Всевышнего Аллаха с любовью и возвеличиванием. Из-за высоты его атрибутов, аззаводжали, гибать и из-за большого количества его даров. То есть упоминание тазбиха вместе с хамдом, что в себя объединяет. Тазбих, то есть джам байна нафи нах, то есть тазбихом ты очищаешь Всевышнего Аллаха с пантали от любых недостатков. А хамдом своим, тут в биту, то есть утверждаешь полноту Всевышнего Аллаха с пантали. Аллаху макфирли, у Аллаху прости, я Аллах таджаву за антуну би вастурга, то есть у Аллаха проявись исходиться к моим грехам и скрой их. Шарх и лиджмали, общее толкование. Аиша, да будет довольный Аллах, рассказала, когда Всевышний Аллах с пантали не спасал своим пророку сурату аль-фат, и он увидел этот признак, и он увидел эти признаки, а это победа и открытие. Пророк саласлама начал сразу же выполнять приказ Всевышнего Аллаха с пантали, И когда он совершал любую молитву, будь то фарита или нафиля, то есть обязательно желательно, Обязательно говорил это в руку и в сучуде. И в этом хадисе был намек на близость смерти пророка саллаху аль-фат. Халабин хадис, в ходе языка, издакаем из хадиса, То, что узаконено говорить молящимся в своем руку и в своем сучуде, поясном и земном покойни, Во-первых, узаконенные слова, во-вторых, говорить их очень часто. Второе, полнота поклонения пророка саллаху аль-фат, и рабство пророка саллаху аль-фат перед Всевышним Аллахом. То, что он выполнял его приказы. Третье, он написал саллаху аль-фат, Пророк саллаху аль-фат не был постан для того, чтобы навечно остаться на этой земле. Однако он был постан для того, чтобы донести послание Господа своего. Потом перебраться к поближе к Всевышнему Аллаху субханалу аль-фат аля. Поэтому, что может быть Бараку аль-фат для того, кто жил после пророка саллаху аль-фат, чем быть из тех, кто делал то, что пророк саллаху аль-фат, правильно же? А это доносит, выполняет миссию пророка саллаху аль-фат, то есть доносит единобожие сунну до людей. Продолжение следует...